Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости нашего канала. Вы смотрите Цветы в доме. Комнатные растения. Сегодня мы с вами поговорим о фитограммонах для растений. Эпин, Энерген, Циркон, Атлет, Микраса, Гетероауксин, Корневин. Возможно, вам знакомы эти названия, и скорее всего вы встречали их в цветочных магазинах. Все эти препараты из области фитогармонов или иммуномодуляторов, биостимуляторов, как их еще называют. Очень часто в рекомендациях по уходу за комнатными растениями можно встретить советы по применению разного рода фитогармонов, ввиду чего у малоопытных цветоводов может сложиться мнение, что они панацея от всех цветочных напастей, вредителей, болезней и т.д. К сожалению, нет. Это всего лишь стимуляторы роста комнатных растений. Они ускоряют укоренение черенков, прорастание семян, стимулируют формирование завязей, а также повышают иммунитет растений и помогают им перенести отрицательное воздействие таких неблагоприятных факторов, как засуха или похолодание. Однако, все эти свойства проявляются только при наличии должного ухода. То есть, если вы постоянно заливаете свое растение или наоборот, не доливаете нужное количество воды, если оно соприкасается с холодным окном или его постоянное место продувает сквозняком, то никакие стимуляторы роста комнатных растений не могут поддерживать ваши растения в хорошем состоянии. Давайте мы с вами рассмотрим некоторые самые известные препараты более поподробнее. Гетероауксин – это индолилуксусная кислота со специфическим запахом, который является основным гормоном растений. Гетероауксин выпускается в таблетках. Корневин – аналог гетероауксина. Это стимулятор корнеобразования, где действующим веществом выступает индолилмасляная кислота. Препарат выпускается в порошке, которым нужно опудривать черенки перед высадкой, но можно использовать и водный раствор. Все эти кислоты – индолилмасляная, индолилуксусная – относятся к группе ауксинов, которые стимулируют растяжение клеток растений. Есть мнение, что гетероауксин эффективнее, чем корневин. По крайней мере, корневин не так популярен среди цветоводов, как гетероауксин. Возможно, из-за того, что пропадает много подделок. Эпин. Эпин – экологически чистый препарат, который стимулирует иммунную систему, регулирует рост растений, а также помогает им адаптироваться к стрессовым условиям. Эпин – это российский аналог японского биорегулятора эпибросинолида. В продаже сейчас можно найти препарат Эпин Экстра. Это тот же Эпин, просто с 2003 года производитель стал использовать эпибросинолид лучшего качества, поэтому название изменилось. При применении Эпина намного быстрее прорастают семена и укореняются черенки. Повышается устойчивость к различным заболеваниям. Единственным недостатком Эпина можно считать неустойчивость действующего вещества к свету и к щелочной среде. Опрыскивать растения этим препаратом следует либо на ночь, либо рано утром. А воду для приготовления раствора при необходимости подкислить лимонной кислотой. Циркон, также выработанный из натурального сырья, повышает всхожесть семян, ускоряет их прорастание, а также развитие, рост и цветение растений. Значительно снижает вероятность поражения серой гнилью, мучнистой росой и разными вирусными заболеваниями. Кроме того, у циркона очень высока корнеобразующая активность, почти на уровне с препаратами корнеобразования, поэтому его нельзя применять одновременно с подобными препаратами. Опрыскивание цирконом также нужно проводить в полупемное время суток, на ночь или рано утром, так как его действующее вещество разрушается под действием света. Кому понадобились фитогормоны? Все эти премудрости, пены, цирконы, гетерооксины, изначально были созданы для нужд сельского хозяйства, чтобы не нести убытки от потерь ценных плодоовощных, зерновых и других культур, в результате воздействия на них неблагоприятных внешних факторов, а также, чтобы увеличить урожайность. Нужно ли применять стимуляторы роста к комнатным растениям? Решать вам. Если у вас есть какие-нибудь экзотические растения, которым нелегко живется в полосе вашего проживания, климат не тот, то стоит попробовать. Только не переусердствуйте. Соблюдайте точную дозировку и рекомендации, указанные на упаковке. Передозировка намного ухудшит ситуацию, особенно если растение ослабленное. Если сравнивать действия эпина и циркона, то первые действия в мягче, поэтому его следует применять больше для профилактики болезней и для повышения устойчивости к стрессовым условиям. Цирконом же можно воспользоваться в том случае, если не нашлось эпина, или когда на растении уже проявились явные признаки заболевания. Также его можно применять и для укоренения трудноукореняемых черенков. И при рассаживании растений, размножающихся только делением куста или семенами и спорами, так как они болезненно реагируют на повреждения корней. Ну и цветовода на заметку. Единственный легальный производитель эпина экстра и циркона – это российская компания Nest N. Так что остерегайтесь подделок. И кроме того, старайтесь покупать свежеизготовленные препараты. От долгого лежания на полке магазина эффективность воздействия снижается. Еще у них есть препарат «Домоцвет», тоже активатор роста общеукрепляющего действия, разработанный специально для комнатного цветоводства. Что касается корневина и гетероауксина, то кроме них есть еще много разных корнеобразователей, так же как и их производителей. Поэтому понять, где же подделка, а где действующий препарат, можно только испробовав на себе, а вернее на своих зеленых питомцах. Ну и на этом мы сегодня закончим. Поделиться с нами своим личным опытом или мнением можно в комментариях. А с вами был канал «Цветы в доме. Комнатные растения». Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь, и вы будете знать все секреты и нюансы выращивания своих комнатных растений. Да и не только. А я же всех благодарю за оценки к видео. Всем пока. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok